Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной абсурд по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 22 октября, и в этот день мы рассматриваем валютные пары австралийский и новозеландский доллар. В прошлый раз эти пары начали снижение, и я сделал предположение, что это движение продолжится. Но на текущий момент стало понятно, что этого не произошло. Пройдя полпути по намеченному сценарию, обе пары развернулись и сейчас подают сигнал на рост. А теперь давайте посмотрим подробнее. Очередной прогноз на нисходящее движение по австралийскому доллару не реализовался, хотя изначально импулс оказался весьма сильным. Надо сказать, что часть ожидаемого пути пара все же прошла. После консолидации в районе уровня сопротивления на 0,7081 цена продолжила снижение, но в этом моменте произошел слом. Импульс был остановлен на уровне 0,7020, откуда и начался разворот вверх. Так что до целевых уровней цена так и не добралась. Общая картина пока свидетельствует о том, что пара начинает входить во флэт. Это приведет к тому, что ни роста, ни снижения в ближайшее время мы скорее всего не увидим. С учетом этого попытаемся очертить границы этого флэта. Сейчас, судя по всему, мы отбились от нижней границы диапазона и направляемся к его верхней границе. На актуальном графике подтверждением движения в рамках флэта сейчас послужит закрепление на текущих уровнях и последующее формирование восходящего импульса. Есть основания полагать, что уровень 0,7145 окажет краткосрочное сопротивление, что может вызвать локальную коррекцию к поддержке на 0,7081. Закрепление и отбой от нее уже направят котировки в область между 0,7205 и 0,7226. Сигналом же к возобновлению нисходящего движения станет возврат и пробой разворотного уровня на 0,7020. Аналогичная ситуация сложилась и в новозеландском долларе, который прошел по полпути по намеченному сценарию, но целей достичь так и не смог. Скорректировавшись до сопротивления на 0,6628, успешно отбился от него и направился вниз, но движение было остановлено на уровне 0,6564, который цена не смогла пройти. Отсюда состоялся разворот с формированием сильного восходящего импульса, который преодолел сопротивление и сейчас тестирует разворотный уровень на 0,6667. Надо полагать, что преодоление разворотного уровня может быть лишь вопросом времени, это значит, что предыдущий сценарий на снижение отменен. Также надо указать, что более глобальная картина указывает на формирование диапазона, к верхней границе которого пара и направляется. А на актуальном графике сейчас котировки торгуются около важного сопротивления на 0,6667, который отбивал натиск покупателей в прошлый раз. В этот раз также не исключено, что уровень может удержаться. Однако важным моментом при начале снижения будет способность преодоления поддержки на 0,6628. Если это не удастся сделать, то мы станем свидетелями отбоя и формирования восходящего движения к новым локальным максимумам в области от 0,6719 до 0,6758. В свою очередь пробой поддержки и снижение в область ниже разворотного уровня на 0,6592 даст сигнал на отмену текущего сценария. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесибаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.